Пожалуйста, каждый проживает свой собственный вариант событий в своем персональном мире. События войны проживают только я, в другие люди не могут ее не проживать. Нет, каждый человек проживает события и весь мир. То, что я скажу сейчас, оно немножечко воспринимается не очень понятно. Вся эта система, в которой мы проживаем, она уже прописана. Доказательство. В случае, если бы система была не прописана и не было бы одновременно прошлого и будущего, то, скорее всего, не было бы людей, которые могут предсказывать будущие события, и не было бы людей, которые могут предсказывать прошлые события. Весь мир, но это гипотеза. Я не говорю, что к ней нужно прислушиваться. На самом деле, это исключительно моя точка зрения. Весь мир устроен по принципу таких созданных, уже созданной эволюции. В самом низу находится, грубо это все выглядит, в виде такой, можно сказать, воронки. Внизу маленькое количество людей, вверху большое количество людей. Внизу прошлое находится, а вверху будущее. Когда человек живет, то он на протяжении своей жизни получает урок. Допустим, это может выглядеть так. Если вы убивали в этой жизни, то вы возвращаетесь либо в эту же жизнь еще раз, либо в прошлую жизнь, в любом другом теле, и проживаете опыт той жизни, где вас обязательно будут убивать. То есть, если вы убили 100 человек, то, скорее всего, вам придется прожить в цифровом континьюсе, в прошлых жизнях, там, будучи, возможно, там, в 1820 году, или в 1740, либо в 1620. И вы будете тем человеком, которого будут убивать из жизни в жизнь, вот до того момента, пока вы не очистите вот такую систему. Почему? Но, в случае, если вы проживаете жизнь, и ваша жизнь принесла вам удовлетворение, счастье, радость, то вы можете родиться в далеком будущем. Таким образом, человек может раздаться, по моему мнению, как в прошлом, так и в будущем. По поводу вашего индивидуального континьюса, могу сказать, что если вы живете в этом мире, где идет война, то на всех абсолютно параллельных мирах, или во всех абсолютно параллельных мирах, тоже сейчас идет война. Поэтому это одна из особенностей, почему так легче, так прописаннее, создать события большого количества людей очень сложно. Вообще, это очень затратно, создавать каждое событие вновь и вновь. И для каждого человека вновь и вновь. Именно поэтому все события уже созданы. В этих событиях переставляется только душа человека. То в прошлое, то в будущее. Какая задача? Задача за счет перерождения человека, сделала человека высокодуховным. И эта духовность образуется за счет того, что человек становится добрее. И люди, которые достигают максимальной внутренней доброты, то есть это люди, которые не используют, перестают ненавидеть, становятся добрыми, несмотря ни на что, живут по принципу отличающего этих людей от других людей. Этот принцип заключается в том, что они не трясутся за деньгами, они не ненавидят, они не завидуют и так далее. То есть их жизнь связана с исключительным состоянием возвышенных чувств, которые они могут развить за счет разных тенденций. То есть эти тенденции могут быть такими. Я получаю удовольствие от того, что я живу, от того, что рядом семья, от того, что у меня дети. Я получаю удовольствие от того, что лег спать, проснулся. Я получаю удовольствие от своего тела. Я получаю от восхода и захода. Я получаю удовольствие. И жизнь в удовольствие приводит человеческую душу к тому, что душа становится доброй, теплой и всепринимающей. Что мешает человеку получать удовольствие? Но многие не ориентированы на то, чтобы получать удовольствие совершенно. Многие ориентированы и придумали себе, что они могут получать удовольствие только за счет чего-либо. То есть нет денег, нет удовольствия. Есть деньги, есть удовольствие. Нет алкоголя, нет удовольствия. Есть алкоголь, есть удовольствие. Есть интим, есть удовольствие. Нет интима, нет удовольствия. И в противоположность они выбирают страдания. То есть человек живет, ориентируясь на страдания. То есть если у человека спросить, так живет большинство людей. Если у человека спросить, как ты живешь, или как ты жил, человек говорит, ой, знаешь, у меня столько было проблем в жизни, но у тебя были прекрасные события, ну, были, день рождения там. То есть, если человек начинает вспоминать, то он обычно вспоминает плохих событий больше, чем хороших событий. Таким образом, можно сказать, что мы проживаем в то время, когда люди ориентированы на то, чтобы испытывать от жизни страдания. Акцентируясь на этих страданиях, человек просыпается, говорит, мне не нравится жена, мне не нравится пыль, мне не нравится дом, мне не нравится это, мне не нравится то. А есть такие люди, как я, они ориентируются на испытывание состояния радости и счастья. То есть, такие люди, просыпаясь, говорят, мне нравится моя жена, мне нравится моя постель, мне нравятся мои ноги, мне нравится, как я бреюсь, мне нравится, как работать, мне нравится сидеть, мне нравится вставать, мне нравится еще что-то. То есть ориентация на бесконечное испытывание бесконечного наслаждения в жизни. Но человек скажет, бывает же что-то, что не нравится со временем, если жить очень долго по принципу ориентирования на наслаждение, вначале происходят конфликты душевные, потом происходят состояния такие, когда сознание и душа немножко зависает, как бы не может ничего понять вообще, теряет ориентиры, я это называю. Потому что вмешивается карма, которая говорит о том, что тебе не нужно радоваться, твоя карма и твоя книга жизни в этой жизни написана таким образом, чтобы ты страдал. А что это ты вдруг начал радоваться? Ну и как бы зависание такое происходит, изменение жизни. И включается после этого ощущение такого штиля, доброты, я это обычно объясняю словами, самолет взлетел, разогнался и теперь бесконечно летит в счастье, радости и наслаждении. Но этот период обычно, он сопровождается и материальным ростом, и улучшением отношений по отношению к себе и к своим близким. Теплее становятся все отношения, которые бывают. Это целый путь, кстати. Такой путь я его преподаю. Он так и называется у меня, эзотерическая школа Кайлас, путь к счастью. Поэтому обязательно проходите мою ступень эзотерической школы Кайлас, обязательно покупайте новую. Если у вас есть возможности, есть деньги, купите себе первую ступень школы Кайлас и обязательно ее пройдите. Вы будете невероятно удивлены огромному количеству философских и психологических открытий. Спасибо.